Семейную пару Татьяны Самойловой и Василия Ланового называли самой красивой парой в Союзе, с которыми могли сравниться чуть позже разве что Алферова и Абдулов. Татьяна Самойлова мечтала о крепкой семье, такой, какая была у ее родителей, которые счастливо прожили в браке 62 года. Ее отец, известный актер Евгений Самойлов, всегда спешил домой, потому что дома была создана нужная атмосфера. У Татьяны сложилось все иначе. Она хоть и была верна и предана, но судьба не была к ней благосклонна. Четыре мужа, но только две больших любви и единственный сын, который в основном растила ее мама. А сын вырастет и уедет в Америку, что создаст почву для осуждений. Но при этом свою дочь назовет Таней. Татьяна Самойлова – одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа. У нее польско-еврейские корни. Именно ее нетипичная, даже экзотическая красота поспособствовала тому, что актриса дважды пропадала из поля зрения. Режиссеры просто не знали, какие роли ей предложить. Но было время, когда весь лазурный берег на Каннском кинофестивале рукоплескал 23-летней Татьяне и живо обсуждал проникновенную игру советской актрисы. В глазах этой русской богини можно утонуть. Так когда-то сказал о Татьяне Самойловой сам Пабло Пикассо. В то время покорить Европу и США дорогого стоило. А съемочной группе «Киноленты летят журавли» это удалось, завоевав золотую пальмовую ветвь в Каннах. Город на Неве. Родина Татьяны Самойловой. Там она появилась на свет в 1934 году. Мама Зинаида Левина – польская еврейка. Работала инженером-электротехником. А отец, как уже говорилось, Евгений Самойлов – известный актер театра и кино. С его участием снято множество картин. Он был кумиром Сталина. Когда Тане было три года, их семья переезжает в столицу. И кроме нее в семье потом в победном 45-м родится еще один ребенок – брат Алексей. В будущем первый муж фигуристки и тренера Татьяны Тарасовой. Все детство будущей актрисы прошло в закулисе. Поэтому неудивительно, что ее профессией стало именно актерство. Но еще в детском возрасте ее отдали в балетную школу, которую она с успехом закончила. Сама Майя Плесецкая приглашала Самойлову продолжить обучение в балетной школе при Большом театре, пророчая ей большое будущее. Но Татьяна выбрала актерскую стезю. Ее завораживала сцена и съемочная площадка. Отец был для нее большим авторитетом, кумиром, поэтому она старалась ему всячески подражать. В военное время Таня очень болела, перенесла и корь, и дифтерию, и тиф. Чудом осталась жива, и с тех пор еще больше полюбила жизнь. В 1953 году она стала студенткой Щукинского театрального училища. И через два года судьба подарила ей кинодебют в фильме «Мексиканец», где в Одессе на съемочной площадке ее партнерами стали Георгий Витцин, Евгений Моргунов, Надежда Румянцева. Во время съемок этого фильма Самойлова вышла замуж Золонового, но об этом чуть позже. В 1956 поступила в Институт театрального искусства имени Луначарского на курс Юткевича. А на следующий год в 1957 сыграла главную роль в судьбоносной киноленте «Летят журавли». По сюжету фильма главная героиня Вероника переживает все ужасы войны, теряет всех близких и изменяет жениху, ушедшему на фронт с его другом. Хрущев был не в восторге от этого фильма. Масса критики в адрес и режиссера, и главной героини с обвинениями чуть ли не в распутстве. Но на Каннском кинофестивале Самойловой удалось затмить даже саму Софи Лорен, которой пророчили награду за роль в фильме «Любовь под вязами». А Пабло Пикассо называл Татьяну Самойлову русской богиней. Отец Татьяны, Евгений Самойлов, был несказанно горд и рад талантам и популярностью дочери. Ее звали в Голливуд, снятся в Анне Карениной. Но она уехала в Сибирь на съемки фильма, не отправленное письмо, во время съемок которого заболела туберкулезом. И несмотря на такой, казалось бы, ошеломляющий успех в Каннах, голливудские предложения, о чем другие актрисы могли только мечтать, на родине у Самойловы было совсем немного предложений на съемки. Она оставалась в основном театральной актрисой, сменила несколько театров. И только через 10 лет после фильма «Летят журавли» в 1857 последовала еще одна знаковая для актрисы кинолента Анна Каренина от Александра Зархи. На тот момент это была уже 16-я по счету экранизация по знаменитому произведению Льва Толстого. Всего же их 30, но всемирные критики едины во мнении, что именно Татьяна Самойлова, непревзойденная в роли Анны Карениной. Экранизация стала выдающейся, которую можно сравнить разве что с «Войной и миром» от Сергея Бондарчука. А дальше? Дальше годы тишины. Долгие-долгие годы практически забвения. Будут и еще роли, но в целом довольно редко и небольшие. А с 1975 по 1991 актриса и вовсе не снималась. Но зато о Самойловой помнили за границей. В 60-х она снялась сразу в нескольких кинолентах, за что получала очень хорошие гонорары. Так, после съемок фильма под названием «Они идут на восток» актриса приехала на Опеле. С шикарным гардеробом и дорогими украшениями. За что ее еще больше не взлюбили и отстранились. Стали много судачить и завидовать. Сам собой напрашивается вывод, что согласись Татьяна Самойлова на предложение голливудских режиссеров, у нее была бы куда более удачная карьера. Своё личное счастье Татьяна Самойлова начала строить очень рано, еще в студенческие годы. Она познакомилась в Щукинском театральном училище с Василием Лановым. Вернее сказать, это он подошел к ней знакомиться со словами «Вы кто?», на что дерзкая и самоуверенная Татьяна ответила «Я дочка мамы и папы». Роман был стремительным, а свадьбы скромны. Просто расписались и поселились у родителей Тани. У них были хорошие жилищные условия. Мама помогала создавать уют. Молодые ни в чем не нуждались. Им не пришлось проходить испытания через тяготы быта и лишения. Родители Тани взяли на себя все заботы. Хотя Лановой хорошо зарабатывал, но помогал своей маме-инвалиду. Казалось бы, живите и радуйтесь, но профессия послужила разлучницей в данном случае. И Лановой, и Самойлова активно снимались. Оба находились у самых истоков своей творческой карьеры. Лановой купался в лучах славы после Павла Корчагина, а Самойлова после «Летят журавли». Их отношения перешли в разряд «Роман на ногах», как его потом назовет Татьяна. А последней каплей стал аборт. Актриса забеременела, но не захотела возлагать все заботы на свою маму. А сама она на тот момент была еще не готова стать мамой на пике славы. Лановой очень уговаривал, даже настаивал оставить беременность, но Татьяна сделала по-своему. Потом она узнала, что ждала двойню, отчего очень сильно расстроилась. Сразу же после этого случая пара рассталась, но расставание не стало болезненным, как вспоминала потом Татьяна. Это была первая юношеская любовь, но самая настоящая. И наступил момент, когда она просто закончилась. Через 10 лет они сыграют слоновым в фильме «Анна Каренина». Сыграют блестяще. Вместе пара будет смотреться просто неотразимо, но былых чувств не вспыхнет. Вторым мужем Татьяны Самойловой стал Валерий Осипов, начинающий писатель, с которым они прожили 10 лет. Самойлова вспоминала, что именно в этом браке она была по-настоящему счастлива. Муж очень красиво ухаживал, посвящал стихи. Но в итоге они все равно расстались, и снова яблоком раздора стали дети. Только теперь уже ситуация была иная. Татьяна очень хотела детей, считала, что не состоится как женщина, если не родит. А у мужа оказались проблемы со здоровьем, и он не мог подарить ей счастье материнства. Поэтому и этот брак оказался обречен, хотя по воспоминаниям актрисы, к Валерию у нее тоже была очень большая любовь. А вот уже следующий семейный союз смог осчастливить Татьяну Самойлову, и она стала мамой. Правда, на тот момент ей было уже 35. Она родила сына Дмитрия. Третьего мужа Самойлова, по сути, увела из семьи. Им оказался администратор театра киноактера Эдуард Машкович. Муж был на 8 лет нее младше. Родители Татьяны не слишком радушно приняли нового мужа, потому как тот не зарабатывал столько, чтобы хорошо обеспечивать их дочь и внука. Татьяна хотела родить еще детей, но, учитывая то, что муж не стремился заработать, а одной, обеспечивать двоих даже при помощи своих родителей, которые были на тот момент уже в преклонном возрасте, она не рискнула. Брак с Машковичем в скорости распался. Эдуард уехал, и сына увидит только через 40 лет. Татьяна Самойлова была все еще очень привлекательна и притягивала поклонников. Одним из таких оказался Соломон Шульман, режиссер и публицист. Их роман перешел в брак, правда, только в гражданский. Сына в те годы помогала растить мама Татьяны. Брак с Шульманом был недолгим, а потом начались годы забвения. Талантливой, красивой и брошенной всеми женщины. Вчерашняя фаворитка Каннского кинофестиваля оказалась никому не нужна. Было много сплетен. В те времена говорили, что Самойлова начала петь, что он находится в психиатрической больнице. К тому же судачили и о ее отношениях с сыном. Мол, актриса не уделяла ему должного внимания в свое время, а мальчик вырос и укатил в Штаты, устроил там свою жизнь и забыл о матери. Но как бы то ни было, на самом деле Татьяна Самойлова все равно останется талантливейшей актрисой. Фильмы с ее участием стали золотым фондом советского кинематографа. В последние годы Самойлова очень болела. Тяжелые годы во время войны очень подорвали ее здоровье, что не могло не сказаться впоследствии. Дважды актриса уходила из дома, забывалась, ее находили в больницах. Но 4 мая 2014 года, в день своего 80-летия, Татьяну Самойлову госпитализировали с ишемической болезнью сердца. И в тот же день она ушла из жизни. Рядом с ней не было никого. Великая актриса и ушла из жизни по-особенному в день своего рождения. Редактор субтитров А.Семкин